всем привет сегодняшний выпуск будет как бы продолжение моего первого выпуска про самбо где я ставил вопрос пользователям о том кто же был у истоков создания самбо хорлампиев или ощипков я вообще-то ожидал что действительно это видео соберет больше и просмотров и больше комментариев но как оказалось людям все-таки нравится вот это вот китайская всякая звериная галиматья типа стиль собаки стиль кошки стиль буйвола стиль лошади стиль антилопы чем действительно реальная борьба которая может вас и физически развить и интеллектуально развить ну и в качестве самообороны тоже поможет вам победить на улице так вот один пользователь оставил следующий комментарий что кстати на ю тубе есть видео запись поединков отца харлампиева которые он проводил в европе значит давайте так ребята сразу сразу ну да меня вот этот комментарий вызвал смех как у неадекватного да почему объясняю если мы с вами отключим логику отключим мозги и согласимся с тем что написал этот человек то выходит следующее в дореволюционной россии его поединки в европе допустим пускай так и будет есть видео поединков отца харлампиева который проводил свои поединки допустим по тому же савату или по боксу где-нибудь в европе во франции и брал призовые места как вот многие пользователи считают маленькое отступление это если мы отключаем логику вырубаем мозги то с этим комментатором можно блин согласиться скажем так ну процентов на 30 объясняю почему так мало процентов потому что в конце девятнадцатого века а именно в 1893 году братья люмьер только только начинали создавать аппаратуру которая впоследствии стала называться синематографом в которой впоследствии стала теми кинокамерами теми кино съемочными аппаратами которые использовали люди в различных своих там целях снимать фильмы документаль документалистику и так далее но так вот в 1895 году братья люмьер зарегистрировали запатентовали свой синематограф вот этот вот аппарат а если мы обратимся поверим на слово вот этому комментатору который сказал что отец харлампиева в дореволюционной россии проводил поединки где-то за рубежом то сразу возникает вопрос а действительно ли этот человек уверен своих словах действительно ли тот видео выпуск который допустим где-то лежит на ютубе где-то что-то показывает что якобы какой-то человек по утверждениям многих является отцом харлампиева и проводит поединки по боксу или по сават во франции возникает второй вопрос а сколько люди платили за то чтобы сняться в 50 секундном скажем так киносъемочном этом на ролике тех же братьев люмьер или их агентов которые ездили в конце 19 века уже и в начале 20 по европе и предоставляли услуги вот этого патентного аппарата для виде киносъемки не видеозаписи киносъемки и сразу возникает следом за тем вопросом еще один вопрос блин а насколько адекватны те люди которые верят в эту лабуду распространяемую в интернете что в конце 19 века в начале 20 отец харлампиева проводил поединки выигрывал чемпионаты франции по сават по боксу и даже есть видеозаписи видео доказательства этого блин ну вы знаете вот честное слово люди тешат себя мыслью о том чего невозможно доказать и к чему невозможно прийти чего не можно достичь так же вот как в конце 80-х годов начале 90-х когда в советский союз а потом уже впоследствии на постсоветское пространство приезжали китайцы пачками привозя с собой свои вот эти звериные стили всякую ерунду которую они выдавали за что-то такое стоящее за что-то магическое крут крутое великое многие ребята многие подростки взрослые шли заниматься этими стилями потому что тут действовал реклама как говорится реклама двигатель торговли то есть если китайцы говорят что это мощный стиль что это боевое искусство которому нет аналогов во всем мире приходите кто хочет люди шли и занимались потому что там можно было делать обычные пасы как в тэйцзэйцюань можно было делать какие-то медитационные практики нужно делать было дыхательную гимнастику еще какую-то дрянь да потом уже впоследствии проводились различные по ушу соревнования турниры там может быть чемпионаты между федерациями я не знаю я в 90-е годы не занимался кунг-фу или ушу вот всей этой ерундой я занимался в 90-е годы тэйквондо потом занимался карате гудзюрю далее занимался айкидзюцу так вот это это про 90-е годы конечно же проще пойти и заплатить деньги за то чтобы тебя научили правильно двигать руками типа поглаживание облака или почесывание жеребенка за левым ухом чем к примеру отжиматься качать пресс бегать прыгать выполнять различные силовые программы силовые комплексы в том же самом самбо для того чтобы стать сильным для того чтобы стать ловким и здоровым человеком самбо это действительно стиль действительно борьба которая не оставляет в конкурентах не оставляет в равных какие-то другие виды то же самое карате вы посмотрите на боевое самбо на раздел боевого самбо который впоследствии стал армейским рукопашным боем почему стал армейским рукопашным боем потому что туда принесли технику из карате как ужин кай технику из бокса скомпилировали все это до кучи и потом уже решили просто называет армейский рукопашный бой но по факту это боевое самбо как бы вы тут не пытались доказывать как бы ни пытались спорить так она и есть но указывать на то что допустим вот в следующем комментарии, этот же человек пишет, что кулачный бой возник из карате. Какой-то там штыковой бой возник из кендо. И нефиг пудрить людям голову, что был какой-то сабельный бой. Ну, во-первых, никаких слов о сабельном бое или какой-то, не знаю, я не говорил в выпуске про самбо. Это уже человек выдает свои фантазии за реальность. Так же, как он выдает вот эти вот непонятные видеосъемки за оригинал 100-летней, а то и больше давности, утверждая, что на тех кадрах находится, выступает действительно отец Харлампиева. Вы знаете, я вам скажу так, что чем тешить себя какими-то фантазиями, лучше действительно заняться нормальным спортом. Человек говорит, опять возвращаясь к этому Харлампиеву. Человек утверждает, что это отец Харлампиева. Вы знаете, я утверждаю следующее. Если у вас есть отличные навыки работы с фотошопом, если вы отлично разбираетесь в видеомонтаже, то можно даже создать видеоклип, который будет показывать жизнь средневековых рыцарей или древних египтян, и выдавать это за оригинал, который делали инопланетяне, понимаете? Поэтому человек увидел это, увидел надпись, все, он поверил. Хорошо, я тогда тоже, я видел это видео, видел вот эту ерунду, и у меня возник вопрос к этому человеку, а конкретно к этому комментатору, если он, допустим, смотрит этот мой сейчас выпуск. Объясните мне одно. Если Харлампиев, отец Харлампиева, выступал во Франции на чемпионатах по боксу, по французскому боксу, и завоевывал призовые места, как вы говорите, в дореволюционной России, блин, язык заплетается, то почему диплом, который выдали отцу Харлампиева во Франции, написан на русском языке? Вот объясните мне, я не могу вот этого понять, где логика вот в этом? Если он выступал во Франции на французском турнире по французскому савату, вдруг внезапно у него диплом написанный на русском языке? Вот где логика, где связь? Я вот этого не понимаю. Проще, знаете, мне говорят вот сколько раз, что перестань обращать внимание на таких комментаторов, на их реплики, потому что они сами не знают, чего они несут. Действительно, некоторые люди пытаются вот своими комментариями просто-напросто привлечь внимание к своей персоне. Хорошо, этот человек привлек внимание, но, увы, не с той позиции, с которой ему хотелось бы. Он, наверное, рассчитывал на то, что я зауважаю его, за то, что я, вернее, на то, что я сразу скажу, блин, откуда у вас такая информация, покажите, расскажите, но, увы, у меня просто это смех умиления вызывает, вот эти оба комментария, которые он оставил, потому что, ну, блин, не связывается оно вообще с реальностью, ну, никак, понимаете, никак. Такие люди, как он, или как другие, у меня было тоже под одним из этих последних видео, видеообзоров, один человек появился и сказал, а в чем дело, вот, кстати, маленькое отступление по видео о Крафмага. Я там показывал одного мужика из Голландии, он сбивает прямой удар Майя Герри ладошкой, вот так, вот так, вот так ладошку, ладошку вот так на ногу ставит. И вот человек, комментатор, мне просто-напросто задал вопрос, а что не так сделал этот человек? Именно так и сбивается Майя Герри. Ну, пожалуйста, сбивай, сбивай. Это в спортзале тренирующийся человек наносит легкий удар, чтобы зафиксировать этот удар и получить комбинацию для изучения. Но если на улице человек будет наносить прямой удар этот Майя Герри или как вы называете фронт кик в живот или в паховую область и вы попытаетесь, вот как тот инструктор показал, сбить этот удар ладошкой, вы нафиг, вам вышибает той ногой все суставы на пальцах. Понимаете? Вам вышибет все суставы. И этот человек меня спросил, блин, с чего вы это взяли? У вас что, есть опыт спаррингов? Блин, да, к сожалению. У меня есть опыт спаррингов. Я знаю, если я что-то говорю, я знаю, о чем я говорю, я знаю, как это должно на самом деле происходить. Но не сбивать ладошкой. Поэтому, вы знаете, прежде чем, допустим, выставлять себя на посмешище какими-то глупыми комментариями. Ну, блин, я не говорю конкретно к тем, кто сейчас смотрит это видео. Я обращаюсь к тем, кто написал комментарии под моими прошлыми видео. Ребята, пожалуйста, фильтруйте информацию, которую вы пытаетесь выдать за реальную, доказывая мне мою неправоту. В общем, спасибо тебе, мой любимый пользователь, что ты здесь был. Не забудь подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Ну, и, конечно же, не забывай время от времени заходить к нам на канал. У нас всегда есть что-то умное и полезное. Ну, а иногда и веселое, да, без этого никак. Жизнь без дураков была бы скучной. Всем удачи, пока.